Друзья, я вас приветствую на канале о сложном просто. Меня зовут Сергей. Сегодня будет не совсем обычное видео. Дело в том, что когда-то, около трех лет назад, я делал один проект, который называется Colobongo.catalog. Он лежит в общем доступе и совершенно недавно я на него наткнулся, так сказать, запустил, посмотрел и ужаснулся. Надо сказать, что он сделан на версии 2.1 .NET Core и на тот момент я использовал некоторое количество сборов, много оверрайдов, много всяких разных наследований и я задумался мыслью о том, что вот если бы я его начал делать сейчас, то что бы я изменил. И думаю, что это видео будет показательным, особенно учитывая то, что технологии очень стремительно меняются, проекты меняются, платформа меняется, язык меняется и в общем есть предпосылки к тому, что можно было бы написать этот код по-другому. И вот этот обзор я хочу вам сегодня представить. Итак, этот проект называется Colobongo.catalog. Он лежит на гитхабе в открытом доступе. Здесь есть некоторое количество видео, в принципе, вы можете посмотреть на тот момент презентацию. Ну и есть, собственно говоря, сам каталог. Надо сказать, что здесь есть даже презентации. Ну отлично, ладно, давайте тогда загрузим его в райдер и посмотрим, что в нем, собственно говоря, не так. Но перед тем, как переключиться, хочу напомнить, что подписавшись на канал, вы получите уведомления, но опять же, если поставите колокольчик о том, что вышло новое видео, чтобы не пропустить. В общем, вы все это знаете прекрасно. Переключаемся в райдер и приступим. Итак, друзья, начнем с того, что в Солюшене есть четыре проекта Core, Models, Data и Web. Я их назвал в порядке зависимости друг от дружки. И следуя концепции Clean Architecture, которую вы, естественно, все прекрасно знаете, там есть Domain, Infrastructure, Application. В общем, я бы не менял название. Может быть, название, собственно говоря, не важны, а вот то, что весь проект разбит на четыре, весь Солюшен разбит на четыре проекта, это, на мой взгляд, отработало на ура. Я и сейчас так, собственно говоря, делаю. Надо сказать, что использование экзепшенов, кастомизированных под конкретный проект, это очень хорошая практика. Теоретически я бы даже их называл бы с префиксом по названию проекта, то есть не микросервис, как в данном случае, Argument No Exemption, а, допустим, каталог Аргумент No Exemption, ну или какое-то такое название, которое бы говорило о том, что это привязка этого экзепшена именно к этому проекту, то есть кастомизированный. Какие плюсы? Очень просто. Когда вы выхватываете какое-то исключение, и оно начинается на префикс, который вы знаете, вы точно знаете, что это исключение выкинули вы. Это удобно и отследить, это удобно и отредактировать, и вы, ну, отредактировать в том смысле, найти, где это, собственно говоря, произошло, и, в общем, принять меры. Если вы получаете Argument No Exemption и нет префикса, то тут уже, как бог на душу положит, можно искать и точно понимать, что это уже выскочило исключение из системы, и где его, ну, в общем, достаточно серьезно. В общем, от того, какое исключение выскакивает, или которое исключение вам приходится обрабатывать, допустим, в багах, да, или там при работе с клиентами, вы можете примерно определить, какое вам время потребуется на его устранение, ну, например. Так что использование кастомизированных экзекью, как и на эксепшенов, это, на самом деле, ну, на самом деле хорошая практика, это подтвердилось, и это хорошо, я до сих пор так делаю. Надо сказать, что здесь, вот, в Core есть некоторые модели, которые, как бы, ну, кроме как, допустим, вебе, вот, например, с Antimile не используются. Это не хорошо, не плохо, в той смысле, что если у вас есть интерфейсы, которые должны их использовать, это хорошо. Вам туда нужно выкинуть, так называемый, DTO, или Vmodule, или еще, как вы их называете, или абстракции какие-то, и это сработало, это хорошо, этого я бы не менял. Следующий по очереди, это модели. И, собственно, если бы я начинал новый проект, ну, вряд ли я, наверное, что-то поменял, хотя, знаете, наверное, поменял. Сейчас, вот, я смотрю, проду так есть, это как раз связующее звено для Money to Money, Antiframework уже понимает, и вот этого класса бы просто не было. С моделями все очень просто, я их перетащил, они мне в отдельной сборке, и для того, чтобы, допустим, есть такая штука называется LinkPad, можно подключить эти модели, то есть эту сборку непосредственно, и использовать эти модели для написания запросов в ApplicationDBKNTX, ну, в смысле в Antiframework, это, на самом деле, тоже очень удобно. То есть я бы оставил разделение. С моделями все, давайте перейдем к Data. Итак, что у нас лежит в Data? И здесь, на самом деле, есть базовый один класс, который по ContextBase, и надо сказать, что единственное его предназначение это наследоваться от IdentityDBKNTX, и в методах SafeChange проверять наличие совпадения сущностей, ну, то есть имплементации IAuditable, и подменять какие-то значения по умолчанию. То есть, если у меня Auditable значение, то CreatedAd подставляется вне зависимости от того, было оно задано или нет. Ну, в общем, если было задано, используется, если нет, то есть дефолтное значение, то ставится прямо из коробки перед сохранением. Это, на самом деле, удобно, это работает, также работает и UpdatedAd, я бы не стал здесь ничего менять. Единственное, что я скажу, что, возможно, ну, вот это вот наследование, которое привязано к ApplicationUser, ApplicationRole, и непосредственно к типу Guit, это, наверное, чрезмерно, я бы, наверное, это реализовал уже непосредственно в самом ApplicationDBContext, потому что, ну, нет сложности в том, чтобы удалить вот эти вот бизнес-сущности, да, или там, добавить новые при оставке, ну, то есть, если оставить это, так сказать, DBContextBase в реализации ApplicationDBContext. Я бы это вот наследование, наверное, бы не делал, потому что, ну, кстати, здесь есть ApplicationDBContext, я его создавал, насколько помню, для того, чтобы покрывать юнит-тестами, но, надо сказать, что все сильно поменялось, в том числе, и для юнит-теста в ISPI.NET Core, то теперь бы я вот этот вот наследование и вот этот интерфейс бы просто бы удалил и не использовал. Ну, и дальше, что мы здесь видим? Мы видим здесь инициализацию в отдельном файле, в статичном, это, на самом деле, много раз работало, я бывало просто перетаскивал эту папку и потом после этого появилась такая концепция, как Definition, и она сейчас развилась в отдельную сборку, где-то видео на канале есть, посмотрите. Ну, и миграция остается миграциями, надо сказать, их было здесь не сильно много, и, наверное, с этим... А, вот, смотрите, Model Configuration. На самом деле, эта штука полезная и я рад, что я использовал не атрибуты, которые раскиданы по сущностям, а непосредственно конфигурации. Давайте открою какой-нибудь для примера, ну, например, категории Model Configuration. Напоминаю, что у меня действует моя собственная договоренность со мной, что все конфигурации для моделей я оставляю суффикс, который называется Model Configuration, это на самом деле легко искать, ну, например, я пишу Model, Common Configuration, и, как вы видите, все вот, все конфигурации вот у меня на ладони, это очень удобно. Суть сводится к тому, что конфигурации бывают разные, и я их могу найти в определенной папке в разных проектах и посмотреть, как было сконфигурировано то или иное поле. В конце концов, могу скопировать эту папку, подменить значения, и надо сказать, что здесь я еще использовал базовые реализации от наследники от I-Entity Type Configuration. Ну, не скажу, что это мне прям совсем сильно помогло, но если бы это была, наверное, отдельная сборка, которая бы каким-то образом была непосредственная к I-Entity Framework, то, наверное, это помогло мне быстро создавать конфигурации, хотя, ну, не вижу я особых плюсов, непонятно. смотрите, так, давайте я, а, смотрите, клубон Гэти Фреймворк Энити Бэйс оказывается, аудитабл, с идентики, с аудитабл интерфейсом лежит в отдельной сборке. Я проверю, что это так. Да, это отдельная сборка, и непонятно, почему в этой сборке я, собственно говоря, не сделал и вот этот вот Ави Райт. Я точно знал, что это будет. В общем, вот эта вот нестыковочка, она на самом деле непонятна. Но, смотрите, здесь два варианта. Первый вариант, вот этот вот аудитабл и вот этот вот айдентики модел конфигурэйшн положить в ту сборку, которую я сейчас показал, но я бы так, на самом деле, не делал. Почему? Смотрите, так или иначе, в ваших проектах будут жить долго, и сборка говорит о том, что это будет шариться на несколько проектов, и суть сводится к тому, что если у вас есть проекты, которые на разных платформ, вернее, на разных версиях для какой-то определенной платформы сделаны, например, 2.1, 3.1, там 3.0, там 5, 0.6, 0, то ваша сборка должна внутри содержать реализации для каждых из этих платформ, либо сделана на Дотнет, ой, либо сделана на NetStandard 2.1, ну, в общем, чтобы можно было между проектами кидать. И это дополнительный, ну, так, как по-русски так сказать, гемор, который, собственно говоря, вам придется тянуть за собой. Проще, конечно, было бы в эту папку положить содержимое вот той сборки и тащить ее из проекта в проект. Во всяком случае, это точно бы вам дало возможность максимально быстро перескакивать с одной и новой версии на новую, ну, в смысле, на другую версию, и копировать, допустим, там, с минимальным, каким-то, с минимальными правками этих сборок, этих классов, может быть, наверное, это был бы правильный подход. Во всяком случае, я эту сборку, которую сейчас вот вам показал, ну, стараюсь не использовать, потому что, вот, наступил на грабли и рекомендую вам, как бы, не использовать. Ну, вот, видите, что есть NetStandard 3.1, уже и 5.0, и для того, чтобы в 6.0 нужно туда добавлять какие-то фишечки из 6.0, хотя она, конечно, будет работать, но от этого, как бы, не особо много плюсов, просто больше гемора. То есть, сборки сборкам рознь, и нужно понимать, что и для чего вы делаете. Я бы, на своем опыте, вам порекомендовал бы не выносить такие маленькие сборки, которые несут функционал с привязкой к конкретной платформе, к конкретной версии, к конкретному, даже, другой сборке, например, nst.framwork. Итак, пора, наверное, перейти к самому интересному проекту, который называется Web. Давайте, для начала посмотрим, какую версию. .NET Core App 2.2. Ну, понятно, на самом деле, старый проект. И, смотрите, какая здесь есть концепция. Есть такое понятие, давайте, с чего начну. я, вот у нас стартап есть. Смотрите, уже на тот момент пытался разделить вот эти вот все конфигурации, вот здесь вот недепенденции контейнер есть, здесь у меня есть какие-то конфигурэйшн аппликейшн, напоминаю, что есть такая штука, как definition и сборка, вот это вот все началось именно отсюда. То есть, я точно понимал, что желательно разбивать это на части, другими словами, допустим, если мы конфигурируем какой-нибудь корс, то вот это вот делалось таким образом в одном файле, вот это разбиение на куски, пережисло в ваб-дефинишн, ссылку я уже где-то показывал. Это на самом деле сработало, это работает исключительно хорошо, мне нужно было, если вдруг я создавал, допустим, какой-то другой проект, мне проще было найти вот в папке аппстарт нужный мне какой-то конфигуратор, например, корс, я его копировал, и этот чудно работал из коробки, это оправдало себя, это круто на самом деле. Это что касается вот таких настроек приложения, то есть, конфигура сервиса и аппконфигурэйшн или конфигурэйшн приложения. Давайте теперь посмотрим, что есть в этом проекте. Смотрите, автомаппер я до сих пор использую, этот использую, я уже не использую, тоже не использую. Смотрите, я в этом проекте грешил тем, что делал некоторое количество нукет-пакетов, которые больше, ну, почти нигде не использовал. И надо сказать, что это такая большая ошибка, которую часто завершают разработчики, и я среди них. Собственно, речь идет о том, что неизвестно, будет ли этот пакет востребован, неизвестно, нужно ли его где-то будет еще применять, и поспешность в том, что я вынес это все в отдельный нукет-пакет, потом это прицепил сюда. В общем, это чрезмерная какая-то такая, не знаю, перегрузка вот этими самыми пакетами. Более того, их и поддерживать на самом деле сложно. Ну, надо сказать, что достаточно правильные пакеты существуют, в том числе и у меня вот этот вот оперейшн-резалт, я его достаточно часто и много использую, он уже, наверное, перерос в большую версию. Это сейчас я уже почти не использую, потому что есть уни-то ворк, отдельная сборка, которая из пакета, ой, в смысле, уже реализует пейджет-лист и привязанная к iQuery, то есть к db-контексту, очень хорошо. Давайте посмотрим, что я бы сейчас поменял. Вот смотрите, во-первых, контроллеры. Вы знаете, что есть такая штука, называется Minimal API, и, наверное, я бы все-таки воспользовался ей, но даже если вы любите контроллеры и вам удобно их использовать, я бы, наверное, применил такое понятие, как Vertical Slice Architecture, очень настаивательно вам рекомендую познакомиться с этой концепцией. Смотрите, что я имею в виду. есть допустим какой-нибудь там, я не знаю, Products Controller. И вот эта вот штука Writable Controller, я когда-то прям много его использовал и понял, что он быстро дает разработку, то есть начать быстро какое-то сделать проект, который может быть записывательный или не записывательный, то есть Read-Only Writable Controller, вот быстро можно сделать при помощи той сборки, вот которой я сказал, что Unit Work, вот эта вот сборка, она находится в NuGet пакете и там есть вот эти контроллеры. Она дает возможность эта сборка начать стартануть проект. Но дальше для того, чтобы сделать какие-то специфичные настройки, специфичные какие-то методы и там как-то по-другому использовать, это очень сложно и нужно было бы дорабатывать сборку, но слава богу, не потребуется. Ну смотрите, здесь на самом деле очень много кода в этой сборке. И она действительно позволяла достаточно быстро стартовать проект. Если вот это предел ваших мечтаний, это было бы на самом деле круто. На самом деле эта сборка достаточно хорошо описана, но я бы больше так бы не делал. Почему? Ну потому что архитектура поменялась, например, Vertical Slice Architecture появилась, есть веб-пейджи, так называемые Razor Page, и там все крутится вокруг концепции одного реквеста, то есть реквест сквозняком проходит сквозь все так называемые лэеры. То есть вот эти лэеры разрезаются на так называемые слайсы и это на самом деле вам дает возможность в одном методе к этой фиче заложить непосредственно всю информацию. Здесь как я вижу есть инфраструкция и в ней напихано все. Ну смотрите, отдельная папка для мапперов, отдельная папка для провайдеров, отдельная папка для сервисов и даже вот валидаторы есть, ну и даже в юмодулы. Смотрите, какую я хочу донести до вас мысль. Вот если бы говорить, ну давайте даже она немножко порисует, смотрите, у меня так называемые лэеры, где у меня вот здесь вот этот вот контроллер, ну представьте, что здесь написано контроллер, здесь вот какой-то там дал, да, data access layer, неважно какой там сервисы или репозиторий или вообще юридворк, неважно. Ну и вот здесь вот сама база данных. А чуть выше у меня над контроллерами в общем-то какой-то там UI, который в общем-то дергает какие-то собственно говоря методы. Этот UI может дернуть метод 1, который пойдет в, ну допустим, в какой-то контроллер, вызовет в этом контроллере какой-то сервис и этот сервис пойдет в базу и вернет вам какие-то данные. Другой метод, ну пусть он называется метод 2, видите, здесь написано метод 2, также может пойти в контроллер, в этом контроллере дернуть какой-то сервис, репозиторий или юнитворк, в конце концов, неважно, и этот юнитворк пойдет в базу и вернет вам обратно данные, ну допустим, какую-то информацию, не знаю, ну в общем, как и в этом варианте тоже это все придет. То есть, так или иначе, у вас все сводится к тому, что происходит какой-то реквест и какой-то собственно говоря респонс. Если говорить о концепции уровней, то вот они, эти уровни. И эти уровни, ну например, контроллеры у меня, где? Вот у меня контроллеры, это будет считаться вот этот уровень. Вот у меня, допустим, кто там, вот сервисы, и это сервисы, ну допустим, вот у меня сервисы, здесь вот этот вот контроллер, это UI представление. Давайте поточнее напишу, чтобы вы не путаете. И полагаю, что вы понимаете, что у меня по папкам разложено, а делаю я не горизонтальный запрос, а вертикальный. И вот этот вот понятие вертикал слайс архитекция, то есть мы получается таким вот, наверное, слайсами, когда нарезаем вот этот вот функционал, что здесь может быть там метод, который называется там get, там, я не знаю, profiles, здесь, например, get, там, products, здесь там save products, здесь там update profile, то есть у нас получается один реквест, получается один слайс, да, то есть такая нарезка, которую, в общем-то, можно переиспользовать на разных проектах, как вариант, если вы все эти слайсы разложите по папкам, ну, так как мы вертикал слайс архитект, что оно так и есть, то есть так называемая фича фолдер, фича то фолдер, то есть ваши конкретные фичи, ваши возможности вашего приложения разложены по папкам, и вот, вот эту бы концепцию я бы здесь, собственно говоря, переписал, я, может быть, даже сделаю видео и покажу, как я прям, ну, давайте так, поставьте 100 лайков, и мы сделаем этот проект с новыми фичами вместе, так же, как делали его раньше, то есть перепишем его на новый лад с использованием современных технологий, наберем 100 лайков, сразу начинаем проект делать, вот, наверное, вот так, ну и смотрите, здесь уже используется концепция так называемых провайдеров, я где-то когда-то говорил, что если у вас dependency injection существует там в каких-то зависимостях, например, у вас есть какой-нибудь там набор сервисов, и эти сервисы вы инжектите, например, в провайдеры, а эти провайдеры можно инжектить в менеджеры, вот, если вот это считать менеджерами, вот этот уровень, вот этот уровень можно считать провайдерами, а вот этот уровень считать сервисами, то у вас никогда не будет рекурсии зависимости, таким образом, у вас не получится заинжектить сервис в сервис, или провайдер, провайдер, или наоборот, здесь ярко выражена зависимость, направленная, что у вас верхний уровень инжектится только в нижний, никак не наоборот, и вот здесь эта концепция поддержана, я ее также постараюсь поддерживать. Есть провайдеры, есть сервисы и, для примера, давайте кликнем какой-нибудь продукт-провайдер, в смысле продукт-провайдер. Здесь вот инжектируются сервисы, здесь вот юнит-у-орк. Надо сказать, что концепция юнит-у-орк такая, где требуется доступ к базе данных, в сервисах, видимо. Давайте посмотрим, review-сервис, вот он, давайте посмотрим на его реализацию. Да, здесь тоже инжектируются юнит-у-орк, но я вот здесь могу вам сказать, что в провайдере инжектируются сервисы, а вот юнит-у-орк я бы отсюда был убрал, потому что это другого уровня, но на самом деле и провайдер непонятно, что делать. Я веду к тому, что если посмотреть эту концепцию, которая называется Vertical Slice Architecture, то такое понятие, как сервисы, оно уходит на второй план. Вам вряд ли потребуются провайдеры, потому что все будет инкапсулировано в одной фиче, в одной вертикальном слайсе, который не потребует шаринга между другими. То есть теоретически у вас будут сервисы, которые можно будет вызывать из разных слайсов, из вертикальных слайсов. Но более высокая иерархия вам не потребуется, во всяком случае мне никогда не требовалось. И это очень упрощает код и разработку. Таким образом получается, что у вас в папке, которая теоретически может называться не контроллерс, а фича, и в этой фиче будет, допустим, какая-то папка, которая называется, ну что там у нас есть, категории. И в этой категории есть несколько методов, которые опять же вертикально, сквозняком проходят через вот эту вот нарисованную мной идеальную картинку уровней. Ну идеальная с точки зрения, конечно же, моей. Вот. Еще раз повторюсь, набираем 100 лайков, лучше конечно тысячу. Ну во всяком случае напишите в комментариях, если вам это интересно, мы перепишем этот проект на новые реалии, с новыми библиотеками, под новую платформу, с новой архитектурой. Все. На этом я с вами прощаюсь. Я думаю, что понятны были, какие ошибки были совершены мной, в том числе, 3 года назад, когда я вам показывал. И никто не знал, что будет minimal API. В общем, сейчас бы я это переделал по-другому. Вам желаю не совершать ошибок и пишите правильный код. Как? 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 Продолжение следует...